Итак, тест 8, раздел 5, страница 855, задание 1. Если х делить на х минус 2 равно 39, делённым на 37, тогда чему равно х? Можно, конечно, сидеть и решать уравнение, но здесь есть определённая система, и если распознать её, то всё решается само собой. Если х 39, то сколько будет х минус 2? х минус 2 — это 37, ведь можно просто подставить значение, это видно сразу, потому что 37 на 2 меньше 39, а х минус 2 на 2 меньше х, значит, х должно быть 39, правда? Такое задание решается сразу. Если непонятно, как я всё это сделал, можно решать традиционным способом, перемножая противоположные числители со знаменателями. Вот так, 37 умножить на х, 37х равно 39 умножить на х минус 2. будет 37х равно 39х минус, что здесь будет, минус 78. А после можно отнять 39х от обеих частей, и будет минус 2х равно минус 78. Делим обе стороны на 2, получаем х равно 39. Но так мы потратили много ценного времени. Первые задания любого раздела SAT такие, что если вы не можете сделать их за 10 секунд, значит, вы делаете что-то не то. Как правило, это очень быстро и для решения задачи. А раз так, то не стоило тратить время на подробное решение. Тут надо сразу увидеть, когда х равен 39, х минус 2 будет 37. Следующее задание. Задание 2. Учащийся класса с углублённым изучением биологии и мальчики, и девочки в целом… Итак, с другой стороны у нас 10 класс, 11 класс и всего. Дальше написано K, N, M, R, S, T, W, X, Z. Каждая буква в таблице отвечает за количество учащихся определённой категории. K – это количество десятиклассников, которые проходят углублённый курс биологии. Что из ниже следующего будет равно Z? Z – это общее количество учеников. Значит, есть несколько вариантов, чему может быть равно Z. Например, W плюс X. Такого в ответах нет. Ещё может быть M плюс T. Но это тоже неправильный ответ. M плюс T не подойдёт. Ещё можно суммировать все количество учащихся каждой категории. Z – общее количество учеников. Значит, количество десятиклассников мальчиков плюс одиннадцатиклассников мальчиков плюс девочек десятого плюс девочек одиннадцатого классов. Это будет K плюс N плюс R плюс S. Это все ученики вместе. И это будет равно Z. Вариант ответа E. Следующая задача. Освободим место. Нам дана прямая. Замечательно. Другая прямая. Вот такая. Что говорится в условии? Этот угол 25 градусов. Это точка A, точка B, точка C. Этот угол 60 градусов. Этот угол X. Чему равно X в треугольнике ABC? Тут вся хитрость в углах. Первым делом надо вычислить этот угол. Мы знаем, что этот угол плюс 60 даст 180, потому что они смежные. Они вместе дают угол в 180 градусов. Или же образуют дугу, по которой можно пройти половину круга. Таким образом, здесь будет 120 градусов, потому что 120 плюс 60 — это 180. Теперь 25 плюс 120 плюс X должно быть 180, потому что все эти углы в одном треугольнике. 25 плюс 120 плюс X будет также равно 180 градусам, то есть 145 плюс X равно 180. Отнимаем 145 от обеих частей, получаем X равно 35. 80 минус 45 — 35. Вариант ответа C. Следующее задание. Номер 4. Холодильник Мартина сломался, и надо потратить 300 долларов на ремонт. А новый энергосберегающий холодильник стоит 900 долларов. Так, другой холодильник будет стоить 900. Это сэкономит 15 долларов в месяц на счетах за электричество. Если купить новый холодильник в течение X месяцев, то Мартин сэкономит сумму, равную разнице между ценой нового холодильника и ценой за починку старого. Сказано, что за X месяцев Мартин сэкономит сумму, равную разнице между ценой нового холодильника и ценой за починку старого. Сколько стоит новый холодильник? 900 долларов. А сколько стоит починить старый? 300 долларов. И какова разница этих цен? Нам говорят, что ровно столько удастся сэкономить за X месяцев. Столько можно сэкономить за X месяцев. Оставаться будет 15 долларов в месяц. Тогда 15 долларов умножить на X месяцев, и будет равно разности цен покупки и починки. Это точка, не минус. Получаем 600 долларов равно 15X. Значит, X равно 600 делить на 15… X равно 40… 15 на 4 это 60. Значит, 600 будет 15 на 40. Ответ D. Только через 40 месяцев расходы будут покрыты. Задание 5. Периметр равностороннего треугольника ABC равен трем периметрам равностороннего треугольника DEF. Сейчас я их быстро нарисую. Это первый. А второй будет поменьше. Если этот у нас ABC, тогда второй будет у нас DEF. периметр этого равен трижды периметру другого. И они оба равносторонние. Тогда X, X, X. Мы не знаем, чему равны стороны здесь. Периметр этого будет 3X. Если периметр DEF равен 10, а какова длина одной стороны ABC? Я упустил это в условие. Итак, периметр треугольника DEF равен 10. И мы знаем, что периметр ABC — это 3 таких периметра. Значит, периметр треугольника ABC будет 3 умножить на 10. То есть 30, правильно? Трижды 10 — это 30. Итак, периметр этого треугольника равен 30. И здесь 3 равные стороны. Значит, каждая из них равна 10. 30 делить на 3 — это вариант B. Следующая задача. Задание номер 6. Аппарат чеканит монеты по одной в секунду. Учитывая, что он включён по 10 часов ежедневно, сколько дней займёт производство 360 000 монет? 360 000 монет. Сколько дней потребуется? Давайте посчитаем, сколько монет производится в день. Посмотрим. За один день машина работает 10 часов в день. Машина у нас чеканит монеты по 10 часов в день. А сколько секунд в часе? 3600 секунд в час. Как я получил 3600? 60 минут в час на 60 секунд в минуту. Получается 3600 умножить на одну монету в секунду. Сразу многое сокращается. Часы сокращаются, секунды тоже. И остаётся количество монет в день. Это будет равно 10 умножить на 3600. Это 36… 1, 2, ещё один, 0, 36000 монет в день. Значит, количество монет, которое появится за d дней, будет 36000 умножить на d, то есть на количество дней. 36000 умножаем на d. А это должно быть равно 360 тысячам. Тогда давайте сразу делить обе части. d будет 360000 поделенной на 36000. 360 тысяч делим на 36000. Нули сокращаются. Получаем 360 делить на 36, то есть просто 10. Для производства 360 000 монет потребуется 10 дней. Ответ «А». Ответ «А». Токио «А». Корректор А. Тейлора «А». Тейлора «А». Тейлора «А». Тейлора «А». Продолжение следует...